И прямо сейчас Снежина с нами на связи. Узнаем у нее, что она думает об идеалах. Давайте, давайте. Привет, девчонки, как дела? Привет! Все отлично, точнее идеально. Снежина, а у тебя есть идеал женщины? Ой, ну я не люблю девушек идеальных от природы. Я люблю скорее девушек целеустремленных, которые добиваются всего сами и достигают идеала тоже сами. Ведь им по плечу и идеальная фигура, и идеальный внешний вид, идеальный стиль, и вообще они большие молодцы. Вы же знаете, что главное поставить правильно цель. Сегодня в рубрике «Селфмейд» мы раскроем один из главных факторов успеха. Это четкая постановка цели. Кто точно знает, чего хочет, тот рано или поздно этого добьется. Пример целеустремленной женщины на все времена – Мадонна. Она с самого детства знала, что станет звездой. И несмотря на неоднозначные внешние, вокальные и танцевальные данные, Луиза Чеконы своего добилась. А Дженнифер Энистон, сколько кастингов ей пришлось пройти, прежде чем заполучить роль своей мечты в сериале «Друзья». Но она знала, что хочет стать лучшей актрисой в Голливуде, и поэтому не сдавалась при отказах. В незвездном мире достойных примеров тоже предостаточно. Одна моя знакомая провела в поисках идеального свадебного платья три месяца, но безрезультатно. В итоге сшила его сама. Гости, муж, подруги потеряли дар речи от восхищения. Сейчас она шьет идеальные свадебные платья на заказ, и очередь к ней расписана на месяцы вперед. Но моя самая любимая история достижения цели – это триумф нашего Димы Билана на конкурсе Евровидения. Пусть и со второй попытки, но он сделал это. Занял первое место. Вот и наша зрительница Александра Баронко доказала, что невозможно и возможно. Она четко знает, как важно правильно поставить цель и идти вперед. Компания «Рифлейм» помогла ей осуществить все мечты, построить карьеру, зарабатывать деньги и помогать строить карьеру другим людям. Теперь Саша знает, что если ты действительно чего-то хочешь, вселенная и «Рифлейм» обязательно пойдут тебе навстречу. Александра Баронко, 21 год, город Тамбов. С детства мечтала о работе с высоким доходом, но без рутины и начальства. Создала с «Рифлейм» бизнес своей мечты. У нее есть большая команда консультантов и четкий план достижения успеха. Саша, привет, очень рада тебе. Привет, я тоже. У тебя есть какая-то чудесная история, сделавшая тебя успешной. Да, это действительно был спор. Мой молодой человек не совсем понимал, чем я занимаюсь. Он мне говорит, Саша, я тебя могу устроить работать в банке. Заманчивое предложение. Да, это вроде как престижно и заработок там достойный. Но я как представила начальники понедельники, и я ему говорю, знаешь, давай я лучше заработаю эти деньги в «Рифлейм», пусть будет два месяца у меня. И в итоге я их заработала. Саша, ты веришь в удачу? Был конкурс, назывался «Майред». Моя задача была загрузить в интернет-фотографию в красном платье вместе с парфюмом от «Рифлейм». И жюри выбрало меня красные туфли дизайнерские. Они мне очень нравятся, мои любимые теперь. Саша, я хочу, чтобы твоя история стала примером для тысячи девушек. Поэтому предлагаю тебе дать интервью на радиостанции нашей чудесной Нади Круговой. С удовольствием. Мы с Сашей добиваемся всего, чего хотим, потому что мы формулируем цели правильно. Цель должна быть конкретной и ясной. Не бойся ее озвучивать. Неудача – не повод расстраиваться. Это повод начать работать с утройной силой. Будь целеустремленной, добивайся своей мечты и смотри, девочки такие девочки. Если ты тоже хочешь добиться успеха, то присоединяйся к «Рифлейм» на «Рифлейм.ру». Субтитры подогнал «Симон»!